Дневной разворот Много обсуждений было уже по этому поводу. Я думаю, что так или иначе. И бизнес обсуждает вот эту вот инициативу, о которой было заявлено в четверг 9 июня. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что в Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающий ужесточение норм использования иностранных слов и латиницы в рекламе. В частности, это выражается в том, что на наших улицах может стать гораздо меньше вывесок, которые набраны латинскими буквами и может стать гораздо меньше названий предприятий, фирм, организаций, салонов красоты, чего угодно. Именно с иностранными названиями, либо, не знаю, там, набранными латиницей. Но как-то так. Пока не очень понятно, как это будет выглядеть. Понятно только то, что бизнесу, скорее всего, придется менять вывески, если это вывески, набранные на латинском языке. Но не все. Есть ограничения определенные, послабление, так скажем. Хорошо это или плохо? Вот сейчас будем разбираться с нашими экспертами. Первый, кто присоединяется к нам, к нашему разговору, станет Ксения Лицарева, профессор Вятского госуниверситета, руководитель научно-образовательного центра в области гуманитарных наук. Ксения Станиславовна, добрый день. Да, здравствуйте. Вы с инициативой познакомились? Да, конечно. И что думаете? Ну, во-первых, надо, конечно, понимать, что не все же иностранные слова и иностранные вывески уйдут. То есть это будет ограничение, но, наверное, значительное ограничение, и останутся только торговые марки. То есть говорить о том, что все, так сказать, сразу уберут, этого, конечно, не будет. Я большой сторонник того, чтобы надписи были на русском языке. А почему? Ну, видите, потому что, на самом деле, ну, помимо прочего, что мы русские, мы говорим по-русски, много ли вообще в Америке русских надписей? А почему у нас такое рабское, колониальное мышление? А почему рабское? Почему нам не нравится? Это не славно сразу же. Ну, просто английский язык международного общения предполагается, что... А русский язык тоже, тоже международного общения. И мы ведь не в Англии живем. А почему, простите, латиница, а не иероглиф? Понимаете, на самом деле, ведь это очень... Так, подождите, китай к нам еще не зашел настолько активно. Нет, так, а почему нет? Нет, а почему нет? А почему нет? Хорошо. Да, вот почему только латиница? И почему в стране, где русский государственный язык, извините, Чарушин, который строил здание, проектировал, латиницей написан? Объясните, в чем надобность? Это мы сейчас про гостиницу центральную говорим, да? Да, 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 да. Ну, и так далее. Я тут шла какой-то квин, еще как-то второе слово, по-английски и в полуподвальном помещении женская одежда. Вот можно я спрошу, а надобность какая? А язык, между прочим, определяет сознание и дух, понимаете? А мы придаем собственный язык во имя чего? Что, чтобы было смешение двух языков, да, французского с Ниджегородским? Или, ну, вспомним того же Грибоедова, что умный, добрый наш народ, хотя бы по языку нас не считал за немцев, может, уж как-то пора быть русскими, нет? Ну, нет, ну, подождите, мы же используем одновременно с русскими словами и английскими, точнее, одновременно с английскими вот этими вывесками люди совершенно спокойно в России используют русские слова. То есть никто не говорит, надо пойти в такой-то магазин, потому что там 60-процентный сейл. Обычно говорят все-таки, потому что там распродажи, это если вот, ну, в бытовом общении. То есть мы по-прежнему используем эти русские слова. А как-то можно, я спрошу, чем сейл, чем сейл? Почему вот вы часто бывали за границей? Часто ли там написано русскими буквами распродажа? Нет, ну, за границей, понятно, не написано русскими буквами, за границей написано на английском языке. А почему мы должны писать по-английски, а не по-русски? Нет, никто же не заставляет, никто же не заставляет. Вопрос просто в том, что это может быть запрещено и может наказываться штрафами теперь. Ну, если примут. Да, но ведь они не сразу это введут прямо вот с завтрашнего дня. Они дадут возможность бизнесу, в общем-то, почувствовать, что они находятся все-таки в России, и что их покупатель русскоговорящий и русскочитающий человек. А если не на английском языке, если на каком-то другом, например? Ну, и кто это поймет? Вот я же вам и предлагаю, клинопись есть еще, например, иероглифы есть. А почему нет? Ксения Станиславовна, а почему не на русском? Смотрите, а тогда не превратится ли все это и не дойдет ли это все до каких-то совершенно уже маразматичных запретов, когда будут, например, требовать не только англицизм переводить на русский, но и какие-то другие слова. Ну, вот условно, возьмем название грузинского либо армянского кафе какого-нибудь, да, и скажут, а вот пусть это называется как-то по-русски. Если это, например, блюдо какое-то или еще что-то. Нет, они ведь против того, чтобы было написано там, где можно, где не торговая марка. Нет, торговая марка, это понятно, условно. Остается она зафиксирована. А все остальное зачем? Какая надобность? Нет, конечно, ведь речь не идет. Ну, хорошо, есть же у нас что там, сулугуни кафе, никого ведь не удивляет, ведь русскими буквами. А почему, кстати, не удивляет? Речь идет о том, чтобы ограничить, что сулугуни, а русскими буквами написано, что сулугуни всем понятно, понимаете? А вот с акварелью уже меньше, понятно, но тем не менее. Ну и что? А есть и когда вообще людям ничего не понятно. В общем, вы за то, чтобы латиница глаз не резала на улицах. Ну, то есть название торговой марки нужно оставить. А кого, нет, а можно я спрашиваю, а кого мы воспитываем? В смысле? Если наши дети будут знать с детства только иностранные слова и на иностранном языке. А почему только? Они ж русский-то язык тоже ведь учат, Ксения Станиславовна. Мы на нем говорим. Они будут знать два языка. А почему не десять языков? Может и десять? Почему только латиница? Нет, ну нет, здесь логика. Здесь логики нет. Мы живем в России, и мы должны уважать и любить свой язык. Первое место русский язык занимает по англизации. Идет ведь не только, так скажем, война. Но война идет и на языковом фронте. И за язык надо бороться. Потому что это наша идентичность. Вот и все. Я не против. Нет, конечно, там, где есть и пусть будет. Но там где-то смешно и просто не оправдано. Вот поэтому я и говорю, что это колониальное мышление. Колония, которая меняет свой язык. Я не знаю на что. Нужно. Я никого не хочу убедить. Наиболее ярко выражено именно с английским языком все-таки. Или зарубежных слов на других языках это тоже должно касаться. Условно там, если парикмахерская называется... Латиница, речь идет о латинице. Совершенно верно. А у нас в кириллице речь идет о латинице. И не то, чтобы на сто процентов, ведь об этом речь не идет. Это тоже надо понимать и использовать свой язык. Ну, как это, ощутить, что он действительно свободный и могучий. И богатый язык. А не какой-то жалкий, которого надо стыдиться. Почему, я не знаю. Ну, это мое личное мнение. И я надеюсь, что есть люди, которые и меня поддержат. Которые его разделяют. Да. А есть, которые совсем не разделяют. Я вот, Ксения Станиславовна, поспорила бы, но я, тем не менее, процитирую. По РБК Илья Новости, главу комитета по Государственной Думе по культуре Елену Емпольскую. Она говорит, что в чрезмерном использовании англицизмов есть плебейские неуважительные отношения к своей стране и своему родному языку. То есть вы, я так понимаю, что эту мысль разделяете. Абсолютно, конечно, конечно. Я искренне рада, что вот мы вот наконец-то до этого пришли. Вот к этому пришли, понимаете. Я рада искренне, потому что об этом филологи уже говорят, я не знаю, десятилетия, понимаете. Я не знаю, может быть, я какой-то другой человек, но вот меня почему-то абсолютно не напрягает эта история. Абсолютно. То есть она не режет, мне не режет глаз это совершенно. Потому что вы знаете английский язык. Нет, нет, в том-то и дело, что я знаю его не очень хорошо. И я могу про себя, кстати, сказать, что меня как раз вот эти вывески на латинице, на английском языке, слова англоязычные, например, Мерсейл, простимулировали в свое время хотя бы к тому, что я узнала, что это слово означает. Вот в чем дело. Ну, все это, конечно, так. Ведь вы же понимаете, речь не только о том, что нам глаз это раздражает или не раздражает, смущает или не смущает. Речь ведь здесь совершенно о другом. Вот о том, что, как она там сказала, что это вот рабское... Плебейский, неуважительное отношение к своей стране. Да, да. А у меня вот другое слово, да, вот такое колониальное мышление, понимаете. То есть нас как-то не смущает, когда русский язык, как шагреневая кожа, сжимается, когда, ну, я не знаю, переходят с кириллицы на латиницу. Нас это никак не смущает, понимаете. А на самом деле это же ведь тоже влияние русского языка, русской культуры на мир и место в мире. А мы в собственной стране. Меня тоже это не раздражает. Ну, особо не раздражает, понимаете. Ну, в принципе, я не понимаю, зачем там писать. Ну, я условно говорю, браво латиницей, когда ты можешь... Мне это непонятно, понимаете. Я вижу в этом какое-то даже унижение языковое и своей личности, простите, и идентичности своей, в какой стати. Понятно. Есть еще один аспект, о котором, ну, по крайней мере, в медиа я не видела, да, будет ли о нем идти речь в том самом документе, который внесен и будет обсуждаться в Государственной Думе. Есть история с переводом каких-то вывесок, указателей, еще чего-то на английский язык, как язык международного общения. Условно, если мы возьмем... Вот вы говорите, приедете в другую страну, да, найдите там вывески на русском. Если мы возьмем любую зону, где много туристов иностранных, там практически все, указатели, еще что-то переведено на язык, условно, английский и китайский. Ну, потому что китайских туристов теперь много, ну, до ковида, по крайней мере, было во всем мире. То есть стараются все-таки переводить. У нас в Кирове тоже есть указатели, там, в частности, на улице Воровского, на Октябрьском проспекте, парк Кирова, и внизу написано, значит, по-английски. Точно так же. Вот этих вещей мы должны будем касаться, на ваш взгляд, или это можно оставить? Нет, ну, если это туристическая зона, любой, ну, я не знаю, когда они к нам приедут, конечно. Ну, бывает. Ну, тем не менее, да, бывает, но тем не менее. Нет, нет, тут речь не идет про туристов из непосредственно Великобритании, либо Западной Европы. Нет, понятно, потому что он, ну, все-таки, да, конечно. Он универсальный, английский язык универсален, тут уж, ну, как бы, куда деваться. Ну, да, ну, наш язык космоса, конечно, потому что космос услышал первое по-русски, и космонавты все-таки всего мира вынуждены изучать хотя бы какие-то слова на русском языке. Ксения Станиславовна, еще раз, история с тем, что английский язык используется как язык международного общения, ведь не означает, что русский язык этим именно унижен, да? Ну, ну, вот так сложилось. Нет, конечно, не этим. Так речь, так речь ведь не об этом, конечно. Ну, мне кажется, я как-то сказала, ну, сформулировала ясно. Но то, что вы говорите, да, конечно. То есть вывески туристические на английском языке можно оставить? Конечно, ну, почему нет, да, потому что если человек плохо знает, это хоть как-то знает, понимаете? Вот, поэтому, да, это вполне, да, конечно. И я не думаю, что это будет этого касаться. И опять же, я говорю, что это не будет все, как говорится, все взять и закрыть. Это не так будет. Но там где-то неоправдано, необъяснимо, так зачем это оставлять. А мне, главное, изначально непонятно, а зачем это делалось. Мне вот это непонятно. Ну, ты хочешь выучить язык, ну, учи язык. А есть еще, ну, вообще латынь или еще какие-то языки. Ну, непонятно. Ну, в общем, вот. В общем, вы поддерживаете. Конечно. Понятно, понятно. Ксения Лицарева с нами на связи была, профессор Вятского госуниверситета. Ксения Станиславовна, спасибо большое. Вот такая история. Напоминаю слушателям, до свидания, да, что в Государственной Думе собираются обсуждать некий проект. Документ носит, ну, такое, как я понимаю, пока техническое название об ограничении употребления иностранных слов и латиницы в рекламе. Он предполагает, что торговую марку можно будет писать латиницей, а неохраняемые элементы сообщения нужно будет писать на русском языке. Речь идет, понятно, о вывесках, которые у нас в торговых точках используются, в точках общепита, развлекательных каких-то учреждениях. Речь идет, видимо, о каких-то объявлениях, которые вывешивают собственники этого объекта. Ну, вот самое простое, самое, что приходит на ум первым, это сейл, распродажа, да, это такой универсальный, не знаю, там, познавательный знак. Обычно это таблички красного цвета, которые выставляются в витрине для привлечения внимания потенциальных покупателей. Возможно, от этого тоже нужно будет отказываться. Говорится, пока говорится о том, что думают над неким переходным периодом, то есть у инициативы должен быть отложенный срок действия, по некоторым оценкам это год-два, чтобы предприниматели имели возможность спокойно поменять вывески, может быть, дождавшись очередного момента, когда вывеска уже придет в негодность, ее просто эстетически, по эстетическим соображениям нужно будет обновлять. И в дальнейшем за нарушение этого закона предусмотрен штраф, пока не очень понятно, какие. Андрей Юсенко с нами на связи, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, здравствуйте. Алло. Да, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ознакомились ли вы с этой инициативой и что думаете по этому поводу? То есть, я не знаю, мне кажется, если бы я была собственником какой-то торговой точки либо какого-то предприятия, названного латинскими буквами, я бы сказала, ну, сколько можно. Но я бы по-другому, конечно, это сказала. Ну, коллеги, я, конечно, ознакомился с инициативой, хотя ничего, кроме, собственно говоря, там, некой инициативы, да, содержательного, нет, запретить вывески, там, да, как бы, но... Вот честно скажу, у меня здесь первая мысль, которая возникает, это мысль по поводу того, что вот это очень хороший пример того, когда в первую очередь надо начинать с себя, что называется, да. Вот надо, там, отказаться от использования зарубежных автомобилей, значит, на которых надписи на иностранных языках, ну, наверное, там, одежды, костюмов, ручек и всего остального, что подписано, там, на английском. Потому что все попытки, там, ну, возложить на бизнес в настоящее время дополнительную нагрузку вызывают у меня очень большие сомнения в адекватности тех, кто, собственно говоря, там, об этом говорит. Если у нас президент и руководство страны на федеральном уровне говорит о том, что надо большую свободу бизнесу предоставлять, значит, его всячески, там, поддерживать и развивать, то данная инициатива мне представляется, ну, как бы, противоречащей, мягко говоря, этому. Потому что мы понимаем, что в нынешнее время, там, вывеска, это очень дорогостоящая... Ну, понятно, там, заменить, заменить вывеску, оформить все, да. Да, причем эта вывеска, там, она, ну, это же не вывеска на заводе, для которого, там, стоимость этой вывески незначительна, да. Это вывеска на каком-то небольшом магазине, небольшом кафе, когда много лет ты вкладывался в этот бренд. Что в нем такого, что, там, будучи написанным, там, английском или каком-то другом языке, он что вызывает какие-то антигосударственные мысли или что? Чем это объяснить? Давайте запретим знаки дорожные, на которых написано, там, стоп по-английски, да. Что тоже будем запрещать менять по всей стране? Ну, вот, как бы, мне кажется, что очень много в стране вопросов и проблем, которые надо решать по-настоящему, а не заниматься выдвижением инициатив, которые для одних создают проблемы, а для других, ну, собственно говоря, ничего не решают. То есть вам не мешают вывески названия торговых точек на латинице? Ну, то есть вам они глаз не режут в Кирове, в Москве, в других российских городах? Не мешают, не режут, мы к ним привыкли, и, собственно говоря, там, ну, я считаю, что нам не надо уподобляться поведению наших вот этих заклятых друзей, что называется, да, которые, там, сносят памятники, переименовывают улицы и занимаются всем остальным, ну, как это, там, говорится, исключением России, да? Ну, не все, не все этим занимаются, но есть, конечно, есть неприятные примеры. Я говорю, я говорю про наших, там, заклятых друзей, да, там, мы знаем эти страны. Ну, вот я не хочу уподобляться такому поведению абсолютно. И еще раз говорю, мне кажется, что у депутатов Государственной Думы много забот, много забот, вместо того, чтобы создавать бизнесу дополнительные проблемы. А вы не согласитесь с тем, что, я сейчас просто процитирую Елену Емпольскую, то, что она говорила, да? Значит, в чрезмерном использовании англицизмов есть плебейское неуважение к своей стране, как-то так это звучит, к своему родному языку. Слушайте, если мы будем, ну, вот, заниматься, доводить это до абсурда, мы поймем, что значительная часть слов, так называемого языка, они являются заимствованными. Эти языки формировались многие столетия. Мы много слов там получили. Мы что, все их сейчас уберем? Ну, еще раз говорю, понимаете, вот, я не понимаю, какую проблему это решит. Я не понимаю, почему депутат Государственной Думы занимается решением вопроса, который, ну, на мой взгляд, и взгляд многих, с кем я разговаривал, проблемы не составляет. Что у нас? Обороноспособность от этого повысится, у нас продовольственная безопасность от этого улучшится, у нас образование детей от этого улучшится, что ли? Ну, что, это вот действительно вопрос, который надо там в Госдуме решать. У нас выбор делает, условно говоря, человек. Не хочет он ходить в заведение с иностранным названием, так он пусть не ходит туда. Хозяин подумает, подумает, владелец этого учреждения. И переименует в штатном порядке. Из мини-маркета в лавку переименуется. Ну, как бы, вот, сделает это. Поэтому я бы очень хотел, чтобы депутаты Госдумы занимались решением конкретных проблем. Мы видим, слава богу, в последнее время, что многие могут, ну, вернее, такое возможно, и такое бывает. Вот этим бы они занялись. А с товарищем Ямпольской я вот, к сожалению, вряд ли она нас услышит. Я хочу сказать, что я два года пытаюсь с ней увидеться о том, чтобы рассказать о том, как в Кировской области поддерживают народные промыслы и ремесла. И как? Ну, два года, я поняла, да. Очень сложно. Будучи членом Общественной палаты России. Вот мне кажется, что лучше бы на это время она нашла и посмотрела наш опыт, нашу практику. Вот лично могу сказать, да. И мне не удалось этого сделать. Несмотря на то, что я несколько раз это предлагал. Вот мне кажется, это было бы лучшим занятием для депутата Госдумы, чем... Переписывать вывески. Да. Простите за эмоции, коллеги. Да ничего нет, это все понятно, конечно. Я вас понимаю, я говорю, я еще раз, я предполагаю, чтобы я сказала, будучи собственником какой-то торговой, либо там развлекательной точки с названием на иностранном языке, потому что это же не только английский язык. Я знаю, например, парикмахерскую, которая по-французски называется. Вот. Ну что, там тоже вывеску менять? Там красивая, металлическая, недешевая явно вывеска. Табличка такая. Вот. Ну... И еще раз, это создает даже не столько, может быть, финансовую какую-то неприятность для бизнеса, сколько вот эту вот историю просто с тем, что у тебя и так есть чем заняться сейчас и какие проблемы решать, да. А тебе вместо этого приходится бегать и заниматься вопросами замены вывески. Спасибо большое, Андрей. Усенко с нами был на связи, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Ну, вот второе мнение, да, ничего не изменится от того, что буквы на вывеске вместо латинских станут русскими. Посмотрим, что думают еще. Ну и сейчас попробуем финансовую, конечно, сторону вопроса затронуть. Андрея Леонидовича мы отпускаем, набираем следующего нашего эксперта. Да, спасибо вам. И попробуем еще сейчас деньги посчитать, насколько это дорогостоящее удовольствие. Андрей Усенко сказал, что это недешево. Еще раз, там, вот мне кажется, что тут даже вопрос нисколько в деньги упирается, хотя в деньги, безусловно, тоже, особенно сейчас, когда всем, я думаю, непросто. Но и в то, что тебе нужно свое время и свои силы какие-то тратить, вместо того, чтобы тратить их на развитие и бизнес, думать о том, что нужно сделать для того, чтобы твои люди продолжили получать зарплату, твои подчиненные, твои сотрудники, тебе придется заниматься вопросом замены букв на вывески, не знаю, там, в документах каких-то и еще где-то, потому что, ну, наверное, это такая история, которая за собой что-то ведет впоследствии, кроме смены самой вывески непосредственно. Павел Сырцев к нам присоединяется, учредитель рекламного агентства «Дизайн-экспресс» и председатель комитета по рекламе Вятской торгово-промышленной палаты. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Усенко, сейчас мы с ним разговаривали, сказал, что замена вывесок – это довольно дорогостоящая история. Вот хотелось бы просто по порядку цифр немножко сориентироваться. Насколько это посильно либо неподъемно для бизнеса, если мы говорим про не очень крупный бизнес? Ну, я думаю, что это все равно существенные затраты, которые начинаются от десятков тысяч и заканчиваются сотнями тысяч рублей. В силу подорожания материала, в силу, опять же, там определенных дефицитных моментов на рынке, я думаю, что никакие, ну, скажем так, потери не компенсируют еще данные возможные затраты. То есть, ну, вот десятки тысяч, это условно там 20-30 тысяч, это самая простая, наверное, какая-то там вывеска, да, не очень большая по площади. Ну, это простейшая, это самое простейшее, надо сказать. То есть, это все равно речь идет ближе к сотням тысяч рублей. То есть, если что-то серьезное, это там, ну, уже близится к ста тысячам рублей, начинается. И дальше все в зависимости от размера и от техники изготовления. А время, которое требуется на изготовление, если, например, бизнес массово бежит, это все менять единый момент, сколько это примерно занимает по срокам? Ну, изготовление вывески, ну, оно может там и от нескольких дней, в том, там, от недели, но если что-то серьезное, там, 2-3-4 недели, возможно, занимается, и там, с покупкой материалов, там, если нет, что-то на складе. Ну, и сейчас мы понимаем, что с логистикой могут быть проблемы, да? Ну, сложности возникают, хотя мы пытаемся, конечно, сделать все возможное, чтобы это все минимизировать. Но, в основном, сейчас все равно разговор идет о цене. Хоть там доллар и евро упали, но, к сожалению, некоторые материалы, они... Стоят по-прежнему столько же. Или вообще исчезли, или вообще исчезли с рынка. Павел Николаевич, смотрите, ну, вы наверняка с инициативой этой уже ознакомились. Говорится о том, что дадут бизнесу, если будет инициатива принята, могут дать бизнесу, ну, некий переходный период на год-два для того, чтобы они могли спокойно, никуда не торопясь, заменить вот эти вот свои вывески, да, над магазинами. Не знаю, придумать другое название или переписать английское название латинскими буквами. Правда, не все, мне кажется, русскими буквами, не все, мне кажется, названия можно перевести на русский язык, чтобы они, ну, привлекали внимание, скажем так, да, покупателя. Я хотела спросить, а насколько часто вывеска вообще нуждается в замене? Может быть, вот мы делаем проблему на пустом месте? Ну, то есть, может быть, бизнес и так собирался менять, например, свою вывеску, и меняет ее раз в год, в два, обновляет? Такого не происходит, такого не происходит. Вывески делаются, как правило, технологичными, но, во всяком случае, серьезные компании делают так, чтобы ее не менять. И чтобы она служила хотя бы там от пяти до десяти лет совершенно спокойно, не требуя каких-то там инвестиций на ее поддержание, то есть, кроме, ну, текущих там выгорающих элементов или что-то еще. То есть, материал вывески подбирают таким образом, чтобы он был долговечным. Что касаемо инициативы, то есть, мое личное мнение, вообще, конечно, это так глубокая профанация процесса, и, если мы говорим о инвестиционной привлекательности, о чем-то еще, ну, это не решит абсолютно ситуацию, то есть, кроме каких-то там сиюминутных политических бонусов. Если говорить о переходном периоде, то, ну, в любом случае, еще здесь надо увязывать региональные особенности и региональные особенности еще исторических городов, потому что у нас там в связи с изготовлением паспортов тех или иных объектов по улицам, и то... Это мы про дизайн-код сейчас говорим, да? Конечно, конечно. Это очень все настолько специфично, что не будет регламентировано каким-то основным актом государственным, потому что все равно на региональном уровне нужно будет это все доводить. Да, если будет принята какая-то норма, то часть компаний там будут вынуждены поменять название, перевести там в русскую транскрипцию, но если логотип зарегистрирован именно в латинском написании... Как торговая марка, да, получается? Как торговая марка, он вполне соответствует всем нормам, ну, смысл его менять и переводить в обычное употребление, если он уже прижился, и название-то прижилось. Правильно? Слушайте, я сейчас поняла, что есть лазейка у предпринимателей сейчас. Вот если не зарегистрировано название твоего магазина либо точки какой-то по оказанию услуг, и ты хочешь себя обезопасить от замены вывески, то можно зарегистрировать, я так понимаю, да? Ну, этот момент тоже должен быть очень четко прописан, потому что ни одна компания серьезная, заходя на рынок, создана международная, которых, ну, к сожалению, там все становится меньше и меньше, ну, наверное, не удосужится переформатировать свой логотип именно под русское написание или там под китайское. То есть у них есть утвержденный бренд определенный, они его чтят, они верят определенное там... Столько лет, если вкладывали в этот бренд, никто не будет менять его в году определенным политическим интересам той или иной страны. Понятно. Да, дублирование на русском языке, это, естественно, в рамках той же вывески можно провести, но не замену бренда. То есть мы подменяем понятие... Ну, про бренд, я так понимаю, что речи не... Про бренды речи не идет все-таки. То есть вот крупные узнаваемые бренды, зарегистрированные как торговая марка, их избавят от этого, да? Необходимости... Спасибо большое. Павел Срыцев с нами был на связи, учредитель рекламного агентства «Дизайн-экспресс» и председатель комитета по рекламе Вятской торгово-промышленной палаты. Убегаем сейчас на рекламу и вернемся еще немножко поговорим. Программа «Дневной разворот» продолжается. В России откажется от вывесок на иностранных языках. Это тема нашего эфира сегодня. Пока под вопросом она звучит. Напомню, в конце прошлой недели спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума подготовила законопроект, предусматривающий ужесточение норм использования иностранных слов и латиницы в рекламе. Далее было пояснение о том, что магазины, развлекательные какие-то заведения, сектор услуг, имеющие вывески либо какие-то объявления на иностранных языках после принятия, рассмотрения и возможного принятия вот этого законопроекта вынуждены будут от этих самых вывесок и объявлений каких-то отказаться. Я процитирую председателя комитета Госдумы по культуре Елены Емпольскую. Она сказала, что в чрезмерном использовании англицизмов есть плебейские неуважительные отношения к своей стране и к своему родному языку. И надо возвращаться к корням. Это уже неточная цитата. Ну вот сейчас спросим у нашей следующей гости, насколько использование английских слов может служить, не знаю, там, фактором, либо там, я не знаю, признаком неуважения к своей стране. Наталья Гончарова, руководитель лингвистического центра «Лицо» с нами на связи. Наталья, добрый день. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Я рада слышать. Да, вот такая инициатива у нас из стен Государственной Думы выходит. Неоднозначно, определенно она воспринимается. С одной стороны, люди, которые имеют отношение к образованию, к изучению русского языка, как Ксения Станиславовна Лицарева, например, они ее поддерживают. Она говорит, действительно, зачем писать на английском то, что можно написать по-русски. С другой стороны, там, представители бизнес-сферы, например, говорят, отстаньте уже от бизнеса, почему опять там, да, ваши какие-то сиюминутные, может быть, там, политически чем-то обусловленные хотелки должен опять оплачивать бизнес. С третьей стороны, мне, например, по-человечески не очень вообще понятно, а зачем это. Мне вот, например, глаз не режет. Я не знаю, может быть, кому-то это мешает, а мне нет. Слово «сейл», которое я вижу в магазине в России и которое я вижу в магазине где-нибудь, не знаю, там, в другой стране на отдыхе, меня совершенно не напрягает. Я понимаю, что оно означает. Мало того, мне кажется, что, может быть, использование каких-то элементов английского языка, в том числе внутри, там, ну, России, несколько стимулирует людей к изучению иностранных языков. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Возможно, возможно, Анна, на самом деле, видите, я здесь в этой ситуации не могу встать на какую-то точку зрения, потому что я, в принципе, тоже и не только лингвист, но и филолог могу преподавать русский язык и очень уважаю русский язык. Но как человек, обожающий также и английский язык, преподающий его больше уже 20 лет, я могу сказать единственное, что благодаря иностранным языкам, да, вот формируются те самые навыки познавательные, те самые вот эти скиллы, да, про которые мы говорим видите, я английским словом с вами разговариваю. Опять, опять вот переведите на русский, что это значит. Это навык. Скилл – это навык, да. Те навыки, которые дети могут, современные дети, современные подростки могут получать в нашей реальности, в нашем образовании. Я считаю, никогда не бывает плохо, да, или что-то плохо, а что-то хорошо. Пусть это будет многостороннее, многогранное образование для детей. И если они увидят какую-то вывеску или какую-то надпись с использованием иностранного языка, возможно, это побудит их, пробудит их познавательный интерес, смотивирует их заглянуть в словарь, посмотреть, что обозначает это слово, возможно, выучить его. Никогда не помешает такое всестороннее развитие. Мы с вами живем в современном обществе, и мы не будем отрицать, что иностранный язык, английский язык – это язык международного общения, он легкий в изучении, и он язык делового общения. И весь мир разговаривает посредством этого языка. То есть мы сейчас закрыть эту историю, мне кажется, в современном 21 веке просто не сможем. И остановить эти процессы, я имею в виду интеграции иностранного языка в нашей стране тоже, наверное, будет крайне сложно, да и надо ли. У нас нет такого поголовного, вот я не могу сказать, что прям повсюду у нас иностранные слова в вывесках или где-то, на стендах. Ну вот смотрите, это мы с вами, наверное, Наталья про Киров говорим. Вот по Москве им польская, по крайней мере, приводила цифры, что в центре Москвы на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. Но при этом мы понимаем, что в Москве, скорее всего, на центральных улицах, если речь идет о них, это, вероятнее всего, название каких-то торговых точек, которые зарегистрированы как торговая марка, и, следовательно, они никуда не денутся, судя по всему. Ну и, возможно, это тоже была идея для туристов, которые приезжают из-за границы. Тоже, как бы, да, доброжелательное отношение, приветственное отношение к людям, которые приезжают в нашу страну и видят не только русские названия, но и какие-то для них понятные, приятные. Возможно, там создается благоприятный образ. Я не могу утверждать, я рассуждаю таким образом, выражаю свою точку зрения, предположение. Да. Наталья, как вам кажется вообще, там, не знаю, вот я просто вас сейчас как преподавателя спрошу, современные, не знаю, там, молодежь, школьники, студенты, для них насколько вот эта вот история с тем, что один язык русский, а другой какой-то иностранный, насколько она для них, ну, вот ярко выражена? Потому что я понимаю, что поколение там, вот, мое, например, и тех людей, кто еще меня постарше, наверное, все-таки меньше учили английский, чем учат, ну, в своем молодом возрасте, чем учат нынешняя молодежь. То есть сейчас, мне кажется, вот люди старше, там, не знаю, там, 18 и моложе 25, они практически все поголовно английский знают так или иначе. Конечно, и очень много ситуаций, которых я вижу в своей профессиональной деятельности, что дети перенастраивают, например, свои телефоны на иностранный язык, я имею в виду раскладку, для того, чтобы больше понимать, быть адаптированными, да, то есть вот слушать еще, читать еще больше, то есть они хотят развиваться, они хотят двигаться вперед. Вот, на самом деле, это неплохо, и это очень даже приветствуется. И мы даже рекомендуем, например, нашим взрослым студентам, если вы хотите, ну, заговорить, если вы хотите как-то погрузиться в язык, перестройте свои, например, телефонные настройки, сделайте их английскими, чтобы вам вот английские слова повсюду были, да. Чтобы они встречались, наоборот, да. Да, чтобы, да, они не только на уроках, например, могли использовать английские слова и выражения, но еще и в повседневности, то есть мы даже рекомендации такие даем, чтобы улучшить навыки говорения и вообще владения иностранным языком. Это не только про телефон, это тоже самое будет касаться и всевозможных приложений обучающих. И фильмы, фильмы многие смотрят, да, на английском. Да, фильмы, фильмы, субтитры, да, вот это вот все позволяет быть более развитыми, более образованными, всесторонне образованными. Я за все-таки вот такую сторону этого вопроса, образовательную сторону вопроса. Никогда никому еще не помешало. Знание иностранного языка. Образование, знание, да. И я очень надеюсь, что как-то вот острые углы этого вопроса будут сглажены в пользу все-таки, ну, разумного какого-то подхода. Рационального, потому что мы же понимаем, что на английском языке, например, много научной литературы, много медицинской литературы, да, и люди, которые хотят что-то, например, почитать, я уж извините, там приведу пример совсем, может быть, страшный, да, но есть форумы, которые посвящены серьезным каким-то заболеваниям, форуму пациентов, да, болеющих, онкологическими, например, заболеваниями, они есть, и они на английском языке. Если ты владеешь английским языком, ты можешь зайти и посмотреть, и с кем-то пообщаться, может быть. Да, у нас был такой опыт, когда мы помогали семьям именно разобраться в терминологии, разобраться, понять особенности, да, пациентинские. И, опять же, ничего в этом такого страшного нет, если люди стремятся, если люди хотят развиваться, двигаться вперед. Ну, и уже я не буду говорить эту историю о том, насколько изучение иностранных языков способствует сформированию новых нейронных связей. И наш мозг омолаживается. Мы можем рассчитывать на то, что в более пожилом возрасте мы будем сохранять здравомыслие. И я свято в это верю, что действительно постоянное вот это переключение с русского на английский, с английского на русский действительно способствует улучшению мозговой деятельности. Понятно. То есть тут еще вот такой образовательный аспект. Не только та история, что мы сейчас только вот русские слова оставим, а все-таки надо как-то поосторожнее с такими заявлениями, да? Ну, возможно, как-то более не так остро, не так категорично может быть. Я всегда за какой-то мягкий, аккуратный такой подход, а не то, что все запретить, все прекратить или наоборот все разрешить и потоком у нас вольется в нашу речь и в нашу деятельность, да, там все заполонит на 100% иностранный язык. Нет, конечно, все должно быть разумно, все должно быть в гармонии и в балансе, на мой взгляд. Ну, вот это моя точка зрения. И очень бы хотелось, чтобы, несмотря на какие-то вот такие трудности, люди все равно стремились развиваться, хотели двигаться вперед и... И продолжали себя совершенствовать, да. Да, конечно, это вопрос всегда развития, это вопрос совершенствования. Спасибо большое. Наталья Гончарова, руководитель лингвистического центра «Лицо» с нами была на связи, согласна, могу только поддержать. Мне кажется, что вот как-то не надо увлекаться и не выплюснуть бы с водой ребенка из тазика, что называется. Будем следить за тем, что депутаты Государственной Думы в итоге решат, и дневной разворот мы на этом завершаем. Анна Лапшина в студии работала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова